неприятность получилось когда ремонтировал машину двери представлял соскользнули двери упали и видите мятина получается на углу не знаю конечно как другие будут там то есть столяра исправляет эти все вещи я решил отфрезеровать короче кусочек то есть дерево и возьму ставлю ламель короче и посажу на клей потом просто выравниваю все отшлифую для того был ровный это получается как-то не очень красиво взял я вторую базу свою от фрезера и гешни здесь микро регулировка вот это то есть фрезер стоял отдельно и сама то есть база окисляется и фрезер также саму то есть уже если крутить эту микро регулировку на просто закусывает очень сложно короче вообще то есть регулировать глубину не знаю как конечно это у боша и у макиты допустим происходит наверное тоже наверное проблема это у всех возможно у них там другой сплав не так окисляется не знаю конечно то есть возможно кто-то у кого есть данный фрезер то пусть напишет комментарии внизу под видео свое мнение то есть о том что как как их не то есть фрезеры работают в данной ситуации здесь именно вот так вот такой фрезер поставил сейчас сделаю выборку посажу вами здесь это уже он поставил клеится сучок убрал такой метод убирание сучков я увидел на канале его х54 классные вещи показывает довольно таки очень просто и хорошо то есть раньше я тоже ставил пробочки пробкорез нарезал пробки и вместо сучков то круглую пробку очень будет видно на дверях и нежелательно конечно ставить пробки вместо сучков лучше сделать вот такой пламя высохнет он шлифануть выровнять и все будет четко красиво так же самое здесь в общем потихонечку я подогнал штапик сам самое муторное дело которое очень не люблю делать один штапик я запорол скажу что наверное не один я такой и люблю эти дела подгонять такие полугулые штапики двери здесь у меня получается мочина но в сути того что это будет лицевая сторона я штапик изначально сразу же сейчас вот я его подогнал и отшлифую верхнюю часть дверей для обработки для грунтовки то есть подшлифую под грунтовочку и сразу же эти места я буду соединяйте склеивать так чтобы она более-менее имела вид ну тут в принципе сильно напряжение дает потому что тоненькое дерево то есть я его все красиво здесь заклею здесь маленькая щель тоже она как бы вот запорол я этот длинный штапик и обрезал слишком короткой и и этот полукруглый но чтобы заново не делать то уже как бы эти части сам принт ну потом стамесочкой подрежу чтобы алюминиевит мило товарный поток по сути здесь очень хорошие стыки получились и соединение самое сложное то были вот эти стыки привыкание этот стык тоже отличный получился здесь немного разница в штапике это тоже подшлифовывается подровняется ну суть в принципе вот так она и получается очень красиво один момент подчеркнуть это когда подгоняете штапик который идет с четвертью то есть нужно рассчитывать что этот вылет он должен дальше выходить то есть нужно штапик зарезать на 5 миллиметров дальше если четверть на 5 миллиметров сделано где-то это изначально знал и все равно на косячи отрезал по поэтому по длине по краю то есть такие дела и еще хотел один момент сказать у меня в принципе все зависит от настроения внутреннего состояния вот когда у меня хорошее настроение то есть никто ничего не мешает я эти штапики подгоняю идеально будь какие а так как сегодня у меня настроения особо как внутреннего нету ну в принципе тоже получилось не плохо Продолжение следует... 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 Продолжение следует...